Грунт, щебень, асфальт и готово. Что казалось бы сложного, но в Алтай-индорпроекте говорят, строительство дорог не такое простое дело, как думает большинство. Проектирование дорог это целый комплекс важнейших. Надо учесть и биологию, и гидрологию, и экологию. Организация существует с 70-х и все это время является одним из ключевых конструкторских бюро. Разрабатывают планы не для города, а в основном для края. Последний крупный проект – дороги на территории кластера Белокуриха-2. А сейчас, как говорят, в основном проекты с небольшим финансированием. Ремонт старых дорог. Многие значимые трассы построены еще по советским строительным нормам. Старые дороги были рассчитаны под 6 тонн, а сейчас 11,5 на федералке. Есть разница. А по международным, как мы вошли сейчас в этот международный, 13,5 тонн на ось. У нас, ну, мосты еще новые выдержат, а дороги, кроме федералок, они уже не потянут эту. В их работе многое зависит от земли. Поэтому здесь своя лаборатория, где проверяют грунт на влажность и несущую способность. Исходя из этого, решают, какие ингредиенты пойдут на строительство, как здесь говорят, дорожной одежды. Кроме того, проектировщики ответили на главный вопрос. Действительно ли дороги в крае так плохи из-за сурового климата? Все те нормативные показатели, которые необходимо учесть, они учитываются. То есть мы их стороной не обходим. Нас проверяют государственные органы экспертизы. И, в принципе, если дорога развалилась от холода, ну, наверное, это человеческий фактор при строительстве. Сами проектировщики уверяют, для того, чтобы дорога долго служила, один километр должен стоить около 200 миллионов рублей. А это получается не всегда. Андрей Дриер, Александр Антропов. Наши новости.